МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Собираем лучшие моменты празднования Дня Победы в регионе. Вышли на след погибших. Поисковики ведут раскопки в Людинове по ориентировкам свидетелям массовых захоронений. По рассказам того самого дедушки, захоранивали погибших солдат на этом месте. Главный ориентир – это две березы. Большой день в истории контрразведки. Структуре 100 лет, эксклюзивные кадры и факты. Секретные службы. Смотрю на меня, этот начальник, командир группы, смотрит очень внимательно. Продолжаем голосовать за объекты благоустройства. В следующем году и следим, как преображают парки и скверы, которые мы уже выбрали в прошлом. Если будет земля, либо в песке, либо в щебне, то это будет приводить к тому, что он не будет плотно прилегать друг к другу. Сегодня все замечания устраним. Наша съемочная группа вместе с ОНФ проверила, как обновляют сквер у кинотеатра «Мир» в Обнинске. Шквалистый ветер повалил сотни деревьев, срывал крыши с домов. Непогода пронеслась по Людиново, Кирову и Бетлице. Какие сюрпризы погода готовит дальше? Ответы в специальном интервью недели с Татьяной Инкиной. Для одних долгожданная весна, а для других – время мучений. В регионе в самом разгаре сезон аллергии. Действует на глаза, на нос, слезоточение, ренит, чихание, конъюнктивит. Как пережить сезон мучений и возможно ли вылечить поленос? Советы экспертов. Чтобы остановить саму болезнь, нам нужно, чтобы не было антител, которые при встрече с аллергеном дадут всю эту цепочку. Страна отметила 77-ю годовщину Победы. После ковидного перерыва вновь с размахом. От Дальнего Востока до Калининграда вспоминали тех, кто невероятной ценой отстоял нашу свободу и нашу жизнь. Великая Отечественная на Калужской земле продолжалась 716 дней. На фронт из нашего края было по официальным данным призвано 175 тысяч человек. Почти 140 тысяч из них погибли или пропали без вести. Возложение цветов к могилам и памятникам, митинги, концерты и, конечно, бесконечные реки Бессмертного полка. Мы помним и мы гордимся. В Калужской области торжества проходили в течение недели. Самые яркие события Дня Победы собрала Елена Гаева. После двухлетнего пандемийного перерыва калужане смогли прийти на шествие в привычном формате. На улицу Кирова с портретами своих героев вышли десятки тысяч человек. А вместе с ними и журналисты Ники ТВ, с которыми в прямом эфире участники делились историями бойцов. С гордо поднятыми штендерами колонна прошла от сквера мира до площади Победы. По левой стороне двигались профсоюзы, военные, кадеты, юнормейцы и первые лица региона. Важность этого события подчеркнул Владислав Шапша. То, что происходит сегодня с нашим братским народом, который стер из памяти свою великую победу, который вышел с факельными шествиями на улице, который переписал учебники и убрал памятники победителям в войне, создал все условия, чтобы там изродился нацизм. И сегодня нашим солдатам и офицерам приходится исправлять те ошибки, которые, к сожалению, случились. Мы победили в той Великой войне, так будет и сейчас. Бессмертный полк прошел по всей области. Сотни человек прошагали с портретами в Людиновском, Сухиническом, Боровском районах. Шествие завершилось торжественным митингом на площади Победы. Память погибших почтили минутой молчания. Возложили венки и цветы к могиле неизвестного солдата. Акция проходила по всей стране и за рубежом. К ней присоединились Китай, Аргентина, Марокко, Австралия. С размахом День Победы встретили в Козельске. Город воинской доблести всегда отмечает этот праздник масштабно. Стрельба, боевые приемы, захваты врагов, показательное выступление спецназа. От выстрелов ветераны на трибуне немного перепугались. Людмила Ивановна прошла блокаду и до сих пор помнит постоянные бомбежки. При первых выстрелах я вздрогнула. Во-первых, вспомнила то, что пришлось в детстве пережить. А не такое вроде бы, потому что у нас в основном были бомбежки. А еще я подумала о том, что вот эти ребята, они сейчас на переднем плане. Да, они проходят, это все, наверное, это все не игрушечное, что сейчас они именно это переносят. И я им от всей души желаю, чтобы они остались живы. 77-ю годовщину Победы отметили и в самой легендарной точке на безымянной высоте. Именно здесь, в ночь на 14 сентября 43-го года, советские солдаты вели кровопролитный бой. День Победы в Куйбышевском районе начался с минуты молчания. Вспомнить подвиг бойцов собрались десятки людей. Местные жители, гости, родные героев и ветеранов. Не только ради праздника. Я еще сюда приезжаю к деду, на его братскую могилу. Поэтому я сюда приезжаю, у меня замирает сердце, честно вам говорю. Мне, конечно, в душе все трепещет. В параде на Красной площади в этом году приняли участие 11 тысяч военнослужащих. Прошла механизированная колонна из почти двух сотен единиц военной техники. В центре столицы прошли 33 парадных расчета. На улицах Калуги целый день продолжалась праздничная программа. На тематических площадках калужанам рассказывали о событиях Великой Отечественной. Угощали настоящей солдатской кашей и пели песни. Празднование завершилось концертом на площади Старый Торг. Со сцены звучали известные военные песни. День мобилы, день мобилы, день мобилы. После концертной программы гостей ждал салют. Перед первыми залпами со сцены всех поздравил городской голова Дмитрий Денисов. Я желаю нам, нашей Калуге, мирного неба над головой и процветания. Вам, уважаемые калужане, здоровья и счастья вам и вашим близким. А теперь праздничный салют! Лена Гаева, телекомпания НИКО-ТВ Потери Советского Союза во время войны исчисляются десятками миллионов человек. Останки солдат, защищавших родину, поисковики находят до сих пор. В Людиновском районе на приблизительные места захоронения указал местный житель Виктор Калинин. Когда шли бои, он был еще ребенком. Но запомнил, как рядом с селом Колчино закапывали тела бойцов. Для Виктора Ивановича было очень важно, чтобы воинов похоронили со всеми почестями. Сам пенсионер умер в начале этого года. Его родные исполнили последнее желание. Пригласили поисковиков. К ним присоединилась наша съемочная группа. Это была последняя воля Виктора Калинина. Его зять Руслан Яцунов рассказывает, перед смертью Виктор Иванович попросил достать из земли бойцов, которые погибли, освобождая Людиновский район. Само место захоронения, на которое он указал, расположено рядом с кладбищем. Поисковый отряд Отечества быстро нападает на след. Щупом пробиваю почву. Ее, когда копали, она мягкая становится. Также поисковики используют глубинометры или по-простому металлоискатели. Но ориентиров немного. В последние годы жизни Виктор Калинин уже не ходил. И место смог указать, только просматривая отснятое зятем видео. По рассказам того самого дедушки, захоранивали погибших солдат на этом месте. Главный ориентир – это две березы. Одна вот и еще одна обломанная чуть подальше. Вот это и есть то самое место для поисков. Пока ведутся раскопки, ничего еще, к сожалению, не найдено. Но недалеко была найдена гильза от ДШК. Причем она не стрельная, она разорвавшаяся. И, возможно, она принадлежала как раз тем самым солдатам, которые попали под минометный обстрел. О самих солдатах также известно немного. Предположительно, в братской могиле должно быть 27 воинов. Их хоронили местные жители после освобождения Людиновского района в сентябре 1943 года. Руслан Яцунов цитирует слова тестя. Фашисты зашли в местные деревни, грабили и убивали. Пока не пришла Красная армия. Известно, что с Кирова шли, освобождали. Какая это армия, какая, я не знаю, рота. Единственное, что сказал тут глава поселения, что были необстреляны пацаны лысые. Лысые, говорит, молодые пацаны. Эта мать его тоже здесь была, она, говорит, видела, когда хоронили их. Их побило минометами. Вот, может, видно здесь церковь, корректировщик наверху сидел. А там дальше гора, такая небольшая, на ней стояли минометы. И вот они побили, очень много побитого. Немецкие минометы? Да, немцы, немцы. Предположительную зону раскопок поисковики оградили. Там, где срабатывает глубинометр или в землю уходит щуп, начинают копать. Первые раскопки ни к чему не приводят. Надо попасть в кость или ботинки. Так как хоронили уже после боёв, скорее всего, без противогазов, без кассов, то есть глубинных ничего нам не даёт. Только по костям и по ботинкам, по обуви. Единственная надежда зацепиться. Проблема в том, что металлоискатели цепляются за металлический мусор, закопанный в земле. Щупы находят пустоты, которые в теории могли образоваться после разложения тел. Но одна яма за другой, а результата всё нет. Контрольный шурс проведён. Нет, однородное слое земли. Это получается, что присыпал, засыпал не было. Я тоже точно знаю. Я тебе могу сказать, это просто часов здесь. После часов раскопок в первый день что-нибудь найти так и не удалось. В этот раз поисковики решили совершить тактическое отступление, чтобы вернуться с подмогой и новыми силами. Может быть, дедушка ошибся и приблизительно сказал. Мы проверим соседние участки от старых пней, которые уже старые. Видно, что они лет по 70 им. И попробуем, мол, про шурфить. Сначала щупом, глубина метра. По плану поисковики вернутся сюда 10 мая. И раскопки будут продолжены. Они опытные, за годы подняли уже десяток солдат. Лишь бы в этот раз против не сыграли обстоятельства. Могут оправдаться самые большие опасения поисковиков. Ведь кладбище за эти годы выросло. И есть небольшая вероятность, что захороненные солдаты могут быть уже под этими могилами. И тогда достать их, скорее всего, не удастся. Но пока поисковики надежды не теряют. Андрей Ткачев, Илья Алиханов, телекомпания НИК-ТВ, Людиновский район. В Дзержинском районе на следующий день после праздника Победы отметили большой юбилей. Ветерану Великой Отечественной Александру Петровичу Рубцову исполнилось 100 лет. Он живет в деревне Камильгино. Именинника поздравила Росгвардия, юнормейцы и местная администрация. Юбиляру зачитали поздравления от президента Владимира Путина. Военнослужащие оркестра Центра подготовки личного состава исполнили композиции в военных лет, а юнормейцы поздравили защитника Отечества стихами. Александр Рубцов воевал с 41-го по 43-й на Западном фронте. Был ранен под Витебском, затем демобилизовался. Вспоминать войну он не любит. Слишком много боли и страданий она принесла. Мы от всей души присоединяемся к поздравлениям. Столетия со дня создания отмечают и отечественные спецслужбы. В начале мая в 1922 году было принято решение о создании специального подразделения по борьбе с иностранным шпионажем – контрразведывательный орган. Отдел вел борьбу с деятельностью иностранных разведок, незаконной миграции, обеспечивал безопасность российских учреждений и граждан за рубежом. В годы Великой Отечественной контрразведчики противостояли деятельности служб гитлеровской Германии. Сейчас прямой преемник отдела службы контрразведки ФСБ России. Это секретная служба. Ее сотрудников мы не знаем в лицо. Возможность познакомиться с героями профессии у нас появляется только тогда, когда они становятся ветеранами. С легендарным разведчиком пообщалась Нана Кумилашвили. Китер у меня шит, было бы еще пописать в начале службы. И сейчас в нее еще влезаю. Гордость ветерана контрразведки Сергея Таирова – боевой наградной кортик. Получен за операцию по разоблачению полковника военно-морской разведки США Эдмонда Поупа. Он был взят с поличным при получении секретных материалов о новом российском торпедном оружии «Шквал». Для того, чтобы успешно провести эту операцию, Сергей Таиров с коллегами разрабатывал ее пять лет. А в самом начале службы, вспоминает ветеран, ему подарили бюст Дзержинского, который возглавил один из первых органов государственной безопасности в РСФСР. Теперь эта небольшая скульптура всегда на почетном месте в доме Таировых, как напоминание о заветах основателя службы и о самых ярких страницах ее истории, которые приходятся на начало XX века. Контрразведывательный отдел возглавил тогда легендарный Артур Артузов. Тактика его работы воссоздана в отечественном художественном фильме «Операция Трест». Видите ли, я говорю с вами по поручению товарища Дзержинского. В России существует, увы, немало подпольных контрреволюционных организаций. Это для нас очень серьезная опасность. Вот поэтому государственное политическое управление предлагает вам все свои силы, знания, опыт отдать делу безопасности страны. В фильме показан момент привлечения монархиста в ряды советской контрразведки. Операция «Трест» оказалась успешной и не единственной. Я в ГПУ, а мое прошлое. Так именно с вашим прошлым. В годы Великой Отечественной наши контрразведчики успешно противостояли разведывательно-подрывной деятельности гитлеровских спецслужб. История она вечно запомнила подвиги Людиновского, Ульяновского, Жиздринского, Думенческого подполья. После победного окончания Великой Отечественной войны основной задачей контрразведки являлось выявление пособников нацистов. Так калужскими чекистами разоблачен немецкий полицай Дмитрий Иванов, оказавший содействие немецким захватчикам в годы войны. Эта история явилась поводом для документальной экранизации. На открытом процессе в городе Людинове Иванов был приговорен к смертной казни. Суд отклонил ходатайство подсудимого о помиловании. 21 июня 1957 года приговор был приведен в исполнение. В 1979 году начались боевые действия в Афганистане. Для контрразведчиков, как и для военных, эта операция длилась 10 лет. Более 55 сотрудников управления КГБ по Калужской области, военнослужащих, пограничных войск приняли участие в боевых действиях в Афганистане. Выявляли вражеских агентов, диверсантов, предотвращали теракты. Самая главная задача была организация работы по их вызволению из плена. А попадали по глупости. В Сибуала на боевых захватывали. В нашей провинции один мальчишка, блокпост на горе был, а внизу виноградники. 19-летнему мальчишке захотелось винограда. Его вытащили через несколько месяцев. В 21 веке, 7 октября 1999 года, в Обнинске управлением ФСБ по Калужской области задержан Игорь Сутягин, который передавал иностранным спецслужбам информацию о военном потенциале России. Решением Московского городского суда Сутягин признан виновным в совершении государственной измены. После начала специальной военной операции на Украине в 2022 году у сотрудников спецслужб новый вызов по защите страны. Помимо качеств, озвученных Дзержинским, чистые руки, горячее сердце и холодная голова, потенциальные контрразведчики должны обладать и иными характеристиками – аналитическими способностями, коммуникабельностью, патриотизмом. Одним из главных требований по-прежнему остается знание иностранных языков. Юрий Кондратенко вспоминает, как знание английского помогало ему во время опасных встреч с лидерами афганских бандформирований. Беседовали. Пока время перевод один, перевод другой и прочее. И в один из моментов я по-английски сказал «Дайте надо, по-вершуюсь». И смотрю на меня этот начальник, то есть командир бандгруппы, смотрит очень внимательно. Я сразу понял, что он понимает английский. Я ему спрашиваю, «До you speak English?» «Да». «Окей, let's speak English». Немногое из того, что сделано отечественной контрразведкой, можно сегодня раскрыть перед общественностью. Большая часть работы еще долгие годы будет составлять государственную тайну. Но об одном можно сказать уверенно. Российские контрразведчики продолжают традиции предшественников и стоят на защите интересов государства. Нана Кумилашвили, Роман Митрошкин, телекомпания НИКА-ТВ. Правоохранительные органы заинтересовались подростком, который устроил стрельбу в центре Калуги. Видео с громким заголовком и шокирующим содержанием облетело соцсети. Молодой человек с пистолетом, похожим на игрушечный, стрелял сначала в воздух, а потом по машинам. А, через сплошную я это снимаю. На! Где в окно попал, где вы дурак? Полиция, личность воинственного юноши, установила, ему нет еще 16 лет, пистолет изъяли, проводят проверку. Не осталось без внимания правоохранителей и видеорепетиции утренника в Калужском детском саду. Малыши разучивали танец, когда воспитатель грубо схватила мальчика и поволокла его. Малыши, пулеметчица, сын и платочек, чтобы ночью зарядить. Кадры попали в сеть. В адрес женщины посыпались гневные комментарии. Появился ответ Министерства образования, мол, мальчик племянник сотрудницы и его родители не имеют претензий. Но этот ответ не устроил прокуратуру. По результатам проверки в адрес начальника управления образования города Калуге внесено представление. Привлечение должностных лиц к ответственности находится на контроле. Прокуратура также потребовала от управления образования принять меры, направленные на недопущение подобных фактов. Меры в садике после этого комментария приняли оперативно. Воспитательницу уволили. Также управление образования проводит служебную проверку в отношении заведующей. Калуга стала площадкой Всероссийского совещания в сфере образования. Мероприятие собрало руководителей всех субъектов нашей страны. В работе принял участие министр просвещения Сергей Кравцов и председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова. Участники встречи обсуждали вопросы развития образования, поддержки педагогов, строительства и ремонта школ. На форуме объявили, что в Калужской области откроется первый в стране федеральный технопарк профессионального образования. Как написал у себя в соцсетях Владислав Шапша, это уникальное учреждение обустроят на территории индустриального парка Калуга-Юг. Планируется оборудовать 37 мастерских для обучения по 26 специальностям среднего профессионального образования. Ежегодно центр сможет готовить порядка 10 тысяч квалифицированных специалистов. Реализация проекта начнется уже в этом году. Более подробную работу центра министр просвещения Сергей Кравцов обсудил на встрече с главой региона. Он отметил, что Калуга для строительства выбрана не случайно. У нас уже есть хороший задел и динамично развивающиеся предприятия. Уже в Калуге действует наш филиал, наш институт профессионального образования. И мы надеемся, что уже к концу этого года центр начнет свою работу. И затем в течение двух лет нам нужно будет его развивать, дооснащать. И сюда будут приезжать мастера производственного обучения из всех регионов нашей страны. К другим темам. В стране начался пожароопасный период. Площади, пройденные огнем, измеряются десятками тысяч гектаров. Наиболее пострадавшие районы – Амурская, Курганская, Омская, Иркутская области, Республика Тыва и Бурятия, Хакасия и Красноярский край. Обстановка меняется молниеносно. Особый противопожарный режим ввели почти в 50 российских регионах. В некоторых субъектах и вовсе режим ЧАЭС. Только за сутки специалисты тушат больше сотни лесных пожаров. Без потерь не обходится. Погорают леса, животные, жилые дома, гибнут люди. И в абсолютном большинстве случаев виноват человек. Дополнительные меры по борьбе с лесными пожарами обсуждались на Всероссийском совещании, которое провел президент. Владимир Путин поручил поддержать пострадавших от пожаров. Погорельцам организуют немедленные выплаты. Также для них установят отсрочки по займам. Реструктурируют кредиты и ипотеки. К восстановлению жилья подключился федеральный центр. Внеочередное совещание собрали и в Калужской области. Проверили готовность районов. У нас лесных пожаров пока в этом году нет. Но уже больше 400 раз спасатели выезжали на пал травы. Как выяснилось на совещании, некоторые населенные пункты и даже целые районы не выделили достаточно денег на противопожарную безопасность. У некоторых сумма средств и вовсе равняется нулю. Далеко не везде устроены минеральные полосы. Проведена опашка земель. Да и техника приходит в негодность раньше срока. Заместитель губернатора Василий Бакадоров таким положением дел остался недоволен. По его словам, за каждым главой района закреплена персональная ответственность. И невыполнение требований по безопасности может повлечь за собой штрафы или даже уголовные дела. Поэтому готовиться к пожароопасному периоду нужно быстрее и качественнее. Органы местного самоуправления обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности на соответствующих вам вверенных территориях. В том числе проведение обновления опашки, создание мирализованных полос вокруг всех населенных пунктов. Проведение противопожарной пропаганды населения о мерах пожарной безопасности. И провести комплекс мероприятий по приведению в исправное состояние техники, находящейся на вооружении добровольных пожарных команд. Также Василий Бакадоров отметил, что те, кто к пожароопасному периоду сейчас не готовы, обязаны написать письменные объяснения. Заместитель губернатора планирует позже лично приехать в проблемные районы и все проверить. Тщательной проверки нуждаются некоторые новости. Сейчас фабрики фейков продолжают публиковать разную чепуху с завидной регулярностью. Фантазию их создателей пока еще не закончилась. Андрей Ткачев за всеми выдумками следит внимательно. Представляю вашему вниманию очередной выпуск рубрики «Антифейк». Россия атаковала жилые районы Одессы. При этом мы не можем довести технику до Украины, но готовимся к тотальной мобилизации. На западные и украинские СМИ, видимо, влияет весна. Ведь их заголовки становятся все глупее. Давайте вместе найдем правду. В студии Андрей Ткачев. Здравствуйте. Первый вопрос. Что это было? Это так российские войска якобы обстреляли жилые кварталы в Одесской области. Видео распространили украинские телеграм-каналы. Съемка замылена и вообще непонятно, что и где происходит. Видимо, это такая попытка скрыть фейк. Но даже здесь обмануть не получилось. На самом деле, видео было снято в 2014 году в Донецке. Здесь слышно работу украинской артиллерии, которую заснял один из мирных жителей ДНР. Вот так выглядит оригинал. И он действительно выложен в 2014 году. Тогда из-за обстрела оказались обесточены 40 подстанций. Новость можно найти и на сайте русской службы BBC News. Вообще, украинцы противоречат сами себе. Пишут, что мы их обстреливаем, и тут же выкладывают кадры, где российская армия даже не может довести танк до Украины. Якобы танк уронили в Белгородской области. Видео действительно снято в России. Иногда случаются и такие неприятные ситуации. Но на самом деле, конкретно эта авария произошла в Омске в 2014 году. О ней писали в местных СМИ. То есть, чтобы посмеяться над нами, создатели фейков снова взяли старое видео. Это уже стало неким кредо для них рыться в архивах и выдавать прошлое за настоящее. Таким же образом украинцы показали перевернувшийся поезд, который якобы доставлял технику в Брянской области. Из-за аварии технику якобы не смогли доставить из Брянска в Украину. Об этом радостно трезвонил весь украинский интернет. Но опять же, видео архивное. И снято оно в Чите в 2017 году. Как тогда сообщили, в аварии никто не пострадал. Ну а если уж наша техника и добирается до места, то быстро, по мнению украинцев, уничтожается. Так, по их словам, на мине подорвался наш БТР. Об этом сообщили даже в украинских федеральных СМИ. И снова никакой перепроверки фактов. На самом же деле это бэкстейдж на съемках башкирского фильма, снятый в 2014 году. Кино называется «Любовь и звезды». Момент подрыва БТР там можно найти на 68-й минуте. А сам фейк – очередное доказательство того, что виртуальная перемога уже стала национальной идеей для Украины. В России отметили 77-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Для нас – великий праздник. Для украинской и западной страны – повод для создания конвейера фейков. Как только не поизгалялись. Путин готовится объявить на 9 мая мобилизацию населения. Путин ведет военное положение в стране. Путин отправит дополнительные войска в Украину прямо с парада. Для шествия бессмертного полка набирает массовку за деньги. Перечислять можно долго. И все это оказалось лишь фантазией. Мобилизации нет, военного положения не объявили. А бессмертный полк и без всяких доплат охватил рекордное количество людей. Как в нашей стране, так и за рубежом. Что неудивительно, ведь абсурдность всех провокационных заявлений Запада и Украины просто не знает границ. Но в номинации на самый глупый фейк на этой неделе побеждает вот такая новость. В России к участию в спецоперации хотят привлечь сотрудников московского метрополитена. Я ранее рассказывал, что по мнению Украины, в ряды наших военных уже были призваны студенты, дворники, неплательщики за коммунальные услуги, заключенные, юнормейцы. Теперь дошли и до машинистов. Правда, учитывая темпы расширения метро, там наоборот потребуются новые сотрудники. Что уж говорить об уходе старых. Но, видимо, украинцы действуют по правилу, чем бредовее ложь, тем больше людей в нее поверят. А у меня на сегодня все. Не верьте всему, что говорят в интернете. Перепроверяйте информацию вместе с нами. До свидания. Продолжаем голосовать за объекты благоустройства в следующем году и следим, как преображают парки и скверы, которые мы уже выбрали в прошлом. Если будет земля непосредственно либо в песке, либо в щебне, то это будет приводить к тому, что он не будет плотно прилегать друг к другу. Сегодня все замечания устраним. Наша съемочная группа вместе с ОНФ проверила, как обновляют сквер у кинотеатра «Мир» в Обнинске. Шквалистый ветер повалил сотни деревьев, срывал крыши с домов. Непогода пронеслась по Людиново, Кирову и Бетлице. Какие сюрпризы погода готовит дальше? Ответы в специальном интервью недели с Татьяной Инкиной. Для одних долгожданная весна, а для других – время мучений. В регионе в самом разгаре сезон аллергии. Действует на глаза, на нос, слезоточение, ренит, чихание, конъюнктивит. Как пережить сезон мучений и возможно ли вылечить поленос? Советы экспертов. Чтобы остановить саму болезнь, нам нужно, чтобы не было антител, которые при встрече с аллергеном дадут всю эту цепочку. На ветру, все это на холоде. Музыка медного ветра. Пасхальный фестиваль колокольного звона собрал лучших звонарей. Дорожные службы приступили к работам на северном въезде в Калугу. Сейчас подрядчики обустраивают строительный городок и расчищают придорожные полосы от деревьев и кустарников. Подвозят стройматериалы. Планируется реконструировать более двух с половиной километров. Трасса увеличится до четырех полос. Появятся тротуары, шумозащитные экраны и светофоры. Ремонт для города долгожданный. Обсуждался вопрос около десяти лет. Дорога была не в лучшем состоянии, небезопасной. Там часто случались ДТП, в том числе со смертельным исходом. Новая трасса по планам Горуправы станет достойным въездом в Калугу и существенно облегчит жизнь всем тем, кто передвигается в этом направлении. В регионе продолжается голосование в рамках проекта «Комфортная городская среда». До его завершения осталось чуть больше двух недель. Выбираем объекты, которые благоустроят в следующем году мы с вами. Если вы этого еще не сделали, загружайте сайт городсреда.ру, авторизуйтесь с помощью госуслуг и голосуйте. В Калужской области в голосовании участвуют 58 муниципалитетов. Всего по районам 155 кандидатов на благоустройство. Выбран и отремонтирован в каждом будет один объект. И кое-где уже наметились явные лидеры. В Калуге, например, с сильным преимуществом лидирует набережная Аки. Второй этап реконструкции. Жители Козельска хотят преобразить общественную территорию на улице Держинского. В Людиново явные лидеры вырвался городской парк. Вот у него почти 2000 голосов. В Обнинске плотно соперничают две территории. Это территория возле дома ученых и пешеходная зона на четной стороне улицы Энгельса. У каждого примерно по 2000 голосов. То, что мы выберем с вами, благоустроят в следующем году. А сейчас преображают объекты, которые мы выбирали прошлой весной. Наукограде, например, это сквер у кинотеатра «Мир». О том, как его приводят в порядок, расскажет моя коллега Анастасия Полякова. Это не из бетона, вот так бордюр стоит. Это все, да, мы к отбойными молотками снимали, чтобы он убирался. О том, как продвигается работа, подрядчики рассказывают руководителю исполкома Общероссийского народного фронта. Дмитрий Афанасьев приехал подвести промежуточные итоги и посмотреть, по всем ли нормативам строители выполняют свою работу. Видим, что есть местами, где техника продавила основание щебеночное. Это говорит о том, что мы, и это скрытие подтвердило, что местами не убрали землю. То есть видим чернозем буквально. Если будет земля непосредственно либо в песке, либо в щебне, то это будет приводить к тому, что он не будет плотно прилегать друг к другу. Соответственно, это все будет гулять. Если не привести основание в порядок, пешеходная дорожка может разъехаться. Но подрядчик пообещал прямо сейчас устранить все недостатки. К работе организация приступила 18 апреля. И уже к концу июня обещают, что сквер будет готов. Установят лавочки, урны и фонари. У нас ежедневный контроль происходит на объекте. Но сегодня все замечания устраним. Мы давно работаем в Каужском регионе. В том году делали аналогичный объект. Работы много. Периодически мы работаем по программе «Комфортная среда». Срубленные деревья и ветки тоже пообещали вывезти в скором времени. Работа по благоустройству началась на месяц раньше, чтобы летом жители могли здесь гулять и отдыхать. Сквер на улице Шацкого – это место притяжения горожан. Ведь рядом стоит кинотеатр «Мир». Для того, чтобы можно было прийти, прогуляться, подождать сеанс. И также для жителей этого микрорайона, который в последнее время активно застраивался, необходимо такая зона отдыха. И жители признавались, что они активно голосовали за эту территорию. И такой долгожданный объект, чтобы можно было проводить спокойное время на природе, в хорошую погоду здесь. Изменить внешний облик своих скверов и детских площадок может каждый из нас. Онлайн-голосование проекта «Комфортной городской среды» продлится до 30 мая на сайтах госуслуг и за городсреда.ру. Анастасия Полякова, Леон Ким, телекомпания НИКО-ТВ, Обнинск. Зданию бывшего завода «Кристалл» тоже не помешало бы благоустройство. На днях у него валилась крыша. После случившегося стало известно, что Управление по охране объектов культурного наследия намерено заставить собственника отреставрировать кровлю. А если он откажется, добиться ремонта через суд. В Калуге завершилась череда субботников. Итоги весенней акции чистоты подвели в городской управе. Всего за месяц небольшим состоялось свыше 700 субботников. Ликвидировали 305 стихийных свалок. Высадили почти 170 новых деревьев. Участвовало в наведении чистоты почти 7 тысяч калужан. Отмечается, что собранные мешки с мусором сразу вывозили на завод по переработке отходов. Теперь стартовали плановые двухнедельные отключения горячей воды. Они связаны с подготовкой к следующему отопительному сезону. Первыми профилактические работы начались на Правобережье. В некоторых домах на улице 65 лет победы. Там горячей воды не будет вплоть до 24 мая. 16 мая отключения будут на Болотниково, Кирово, Ленино-Маяковского, Бешневского и многих других улицах. Подробный график смотрите на сайте городского управа. Шквалистый ветер с дождем. С четверга на пятницу пронемся по Калужской области. Несколько районов серьезно пострадали. Людиновый ураган повалил сотни деревьев. Снес крыши, в том числе зданий суда и МЧС. Погнул карусель в городском парке. Сотни домов остались без света. Досталось и соседним Кировскому и Куйбышевскому районам. Соответственно, картина тоже разрушительная. Множество поваленных деревьев и повреждения крыш. Там тоже отрубило электричество. Власти в своих социальных сетях заверили, что службы работали в оперативном режиме, чтобы устранить все последствия. Разрушительный ветер и другие экстремальные погодные явления. Последние годы экологи фиксируют рост природных катаклизмов в мире. Связывают это с изменением климата. И вот свежая новость от метеорологов. Они предрекли рекордно жаркую пятилетку на Земле. По их прогнозам, годы с 22 по 26 станут самыми жаркими за всю историю метеонаблюдений. Речь идет о средней температуре на планете. Но пока этого совсем не ощущается. В центральном регионе все никак не может установиться стабильно теплая погода. Сейчас еще зацветает черемуха. Вместе с этим вновь приходит похолодание. Черемуховое. Не знаю как, но народный календарь работает. Насколько продолжительным оно будет? Откуда холодный ветер дует? И каким будет лето в Калужской области? Прогноз озвучила заслуженный метеоролог России Татьяна Инкина. Татьяна Владимировна, здравствуйте. Давайте первым делом подведем итоги первых двух месяцев весны. Вот март, апрель. Какими они были? Мне кажется, по ощущениям было холоднее, чем должно быть. Ну, вам кажется, почти все верно. Март был у нас по температуре воздуха около климатической нормы. Но надо не забывать о том, что март – это зимний месяц. То есть среднемесячная температура была отрицательной. Так что вот в последние годы были ранние весны. И мы уже привыкли, что в марте уже начинается тепло, весна. В этом году этого не произошло. К сожалению. К сожалению, да. Но он был исключительно солнечным. Количество осадков было небольшим. Около 35% только выпало в марте. Апрель начался с первоапрельской шутки. Первого апреля выпал снег. Наскачало на температурных качелях. Температура воздуха минимальная в апреле была около нуля градусов. Может быть, где-то до минус одного. А максимальная подрастала даже до 16 градусов. Но в результате апрель выдал 2,5 нормы осадков. Май, мне кажется, тоже нас на температурных качелях качать продолжают. Но тут качели немножко размах поменьше. Потому что его однозначно, вот первую декаду особенно, можно однозначно назвать аномально холодной. Температура воздуха за первую декаду оказалась ниже нормы на 1,5 градуса. Это очень много. И мы видим это по окружающей среде. Прошли праздники. Конечно, погода нам немножко настроение... Ну, немножко настроение подпортило. Потому что вот просто распоясался, можно сказать, ветер. И это редкое явление, чтобы вот в начале мая ветер достигал 22 метров в секунду. Это отметила такой ветер Калужская метеостанция. Что ждать нам от мая? Будет ли тепло? И когда оно уже наступит, наконец? Небольшая волна тепла наблюдалась в середине недели. Температура подросла до 18-20 градусов. Но к выходным снова понижение. И новая рабочая неделя начнется с температуры воздуха опять ниже нормы. Как-то неустойчивая погода. Вот я смотрю на прогнозы, и хотя бы где-то, как говорится, свет в конце туннеля. Где-то хочешь зацепиться за хорошие новости. Но пока не видно. Но наши прогнозы иногда, предположения, скажем так, иногда бывают неточными. Поэтому будем надеяться, что когда-то случится этот перелом в лучшую сторону. Но пока май огорчает. Хорошее лето. Такое у меня твердое убеждение в том, что хорошее лето начинается в мае. Но в этом году пока не получается. Откуда приходит этот холодный воздух? Ультраполярное вторжение было. И ветер дул с северо-востока даже. Встретились два атмосферных вихря. На восток не хотел уходить глубокий, высокий циклон, который поразил погоду. А с запада напирал на него антициклон. А что по осадкам на май? Прогнозируют какое-то рекордное количество? Прогноз есть. Осадки, кстати говоря, прогнозируются еще труднее, чем температура воздуха. Их спрогнозировать на длительном расстоянии временном трудно. Но пока выпало немного осадков. Где-то около 10% от климатической нормы. Продолжение следует. Я говорю, что неустойчивый характер погоды сохранится. И, судя по прогнозу, дожди разной интенсивности будут довольно часто. Могут ли синоптики какой-то предварительный прогноз на лето дать сейчас? В апреле Гидрометцентр России выпускает долгосрочный прогноз на весь вегетационный период. Начиная с апреля и заканчивая сентябрем. Конечно, он есть. Он уточняется каждый месяц. И лучше, конечно, ориентироваться на более краткосрочные прогнозы. Я с трудом заставляю себя транслировать прогнозы долгосрочные. Но, тем не менее, это официальная версия Росгидромета. Поэтому имею право сказать, июнь предполагается с осадками близкими к средним многолетним значениям и при температуре близкой тоже к норме. Вот июль – это по климату самый жаркий месяц в году. В этом году, опять-таки, по предположениям, он ожидается немножечко прохладнее, чем обычно. Но, учитывая, что он самый жаркий, можно рассчитывать даже на комфортную погоду. Потому что сильная жара, там, по 30 градусов – это тоже некомфортно. И с осадками близкими тоже к многолетним нормам. Спокойным предполагается август тоже с температурой. И по осадкам близким к средним многолетним нормам. Но хочется обязательно заглянуть еще в сентябрь. Последние годы сентябрь всегда нас радовала хорошей летней погодой. И вот я думаю, что он угодит нам. И в этом году можно подтвердить вот эту версию, что температура будет выше нормы. Он на наших картах окрашен розовым цветом. И осадков предполагается тоже около нормы, может быть, даже меньше нормы. Будем надеяться, что все будет хорошо. Конечно, будем надеяться на тепло и хорошую погоду. Спасибо большое. Для дней долгожданная весна, для других – сезон мучений. В самом разгаре сезон аллергии. Калужская область в самом эпицентре концентрации пыльцы березы в воздухе. Мы в бордовой и красной зоне. Аллергики эту карту называют еще картой мучений. Самая максимальная концентрация обычно в утренние и дневные часы. Аллергики запасаются лекарствами и терпением. Как облегчить страдания? И есть ли способ вылечить аллергию? Расскажет Татьяна Яровая. Насколько я помню, у меня аллергия с самого раннего детства. Я всегда часто заболевал бронхитом после сезона цветения в конце мая. Ярослав продолжает ходить в маске даже после отмены антиковидных мер. Но спасается он не от вируса, а от цветения ольхи и орешника. Они в основном действуют на глаза, на нос, слезоточение, ренит, чихание, конъюнктивит. В конце апреля и до 20 чисел мая цветет береза. Она уже может действовать на дыхательные пути, кашель, может начаться сезонная астма. Пыльца березы – один из самых злостных аллергенов. Обычно она пылит с конца апреля до середины мая. Но в этом году из-за позднего потепления этот период тоже начнется позднее. Аллергики, не спешите радоваться. Цветущие растения еще успеют помешать вам насладиться теплыми весенними деньками. Этот период нецветения продлился, практически даже на месяц затянулся. Но это все компенсируется у растений тем, что все начнут очень сжатые сроки высыпать пыльцу в большем количестве и с большим разнообразием видов. То есть сроки эти уплотнятся и сильно они летом не отодвинутся. Людям, страдающим от аллергии, в этом году будет особенно трудно дышать полной грудью. Если вовремя не обратиться к врачу, то насморк и кашель могут смениться астмой, крапивницей или отеком к винке. Нужно не затягивать до таких проявлений свое заболевание, а обращаться к узкому специалисту за обследованием полноценным и полноценным лечением. Сейчас, когда идет разгар полиноза, нужно прийти, чтобы мы оценили степень ущерба здоровью, который принес полиноз. К обследованиям основательно подходят в лабораториях. Еще 10 лет назад здесь все анализы проводили с помощью микроскопов. Теперь же для выявления полиноза используют новые технологии. Наука шагнула вперед не только в обследованиях, но и в области терапии. Видов лечения аллергии много. Фармакотерапия, которой сейчас занимаются пациенты, когда покупают антигистаминные препараты в аптеке, спреи назальные, глазные капли, ингаляторы для бронхов, чтобы пережить приступ удушья. Но, чтобы остановить саму болезнь, нам нужно, чтобы не было антител, которые при встрече с аллергеном дадут всю эту цепочку. Аллерген-специфическая иммунотерапия, или АСИД, останавливает выработку антител, и человек перестает болеть. К сожалению, этот способ лечения может подойти не всем. АСИД я использовал. Я пропил курс капель АСИД и проколол один или два года курс прививок, но мне он не помогает. Лечение аллергии – это длительный процесс с индивидуальным подходом. Главное – вовремя обратиться к врачу. Татьяна Яровая, Илья Хромов, телекомпания НИКА-ТВ. В Калуге проходит ежегодный фестиваль колокольного звона «Медный ветер». В этом году звонари собрались уже в 13-й раз. Всего больше полусотни участников не только из Калужской области, но и других регионов. На фестивале участвуют как опытные звонари, так и начинающие. Своё мастерство они демонстрируют на колокольнях сразу нескольких храмов. Моя коллега Марина Нерсисян побывала в деревне Фитинино Перемышльского района. Это пасхальный звон. Радостный, праздничный. Анастасия Астахова трезвонит, как говорят, вовся. То есть использует одновременно все колокола. Девушка – опытный звонарь. В Свято-Никольском храме Калуги служит уже больше 10 лет. В миру она педагог. Но как-то в Светлую Седмицу попробовала звонить и пропала. Теперь каждые выходные и праздники на колокольне. Погода не имеет значения. В морозы, снег, дождь, в любую погоду звонарь поднимается, звонит. Особенно если происходят архиерейские службы, владыка служит. Ждёшь, пока он приедет, ждёшь, пока он речь расскажет. То есть всё это на ветру, всё это на холоде. Звон – это идёт молитва к Богу. То есть это идёт как раз молитва. Я ощущаю молитву, я обращаюсь к Богу этим звоном. Поэтому я и поднимаюсь. Это меня заставляет подниматься снова и снова. Храм Фитинина, освященный в честь Архангела Михаила, был построен ещё в 19 веке. В советские времена он был частично разрушен и использовался как овощехранилище. Восемь лет назад церковь начали восстанавливать. И как только привели в порядок колокольню, сразу заказали колокола. Рассказывает настоятель Максим Епишин. Ведь звон – это не просто сигнал к началу молитвы. Это и извещение о начале, и конце богослужения. Также иногда колокольный звон используется и в середине богослужения, например, на крестных ходах. Но, конечно, это ещё несёт и глубокий духовный смысл о том, что действительно, ну вот как сейчас, пасхальные у нас колокольные звоны, мотивы, да, то есть возвещают о воскрешенном Христе. Денис Гудков – звонарь с музыкальным образованием. Говорят, оно не обязательно, но звонарю полезно. Тем не менее, на колокольне пришлось всему учиться заново. Ведь каждый колокол индивидуален. Состав сплава зависит от мастера. Поэтому здесь нет привычных дорайми. Есть только ритм и мастерство звонаря. Существует три вида колоколов. Вот это зазвонные, которые играют, в принципе, в такую весёлую, интересную вот звон. Лёгкий такой, да, праздничный звон. Дальше существует подзвонные колокола. Они являются, как бы, по добавлению к чему-то, к звону, какой-то определённой, да, ритмической мелодии. И, естественно, вот, благовестник идёт ровно в ритм. Вот по нему всё равняется. Ежегодно «Медный ветер» собирает порядка полусотни звонарей. В последние годы представителей этой профессии всё больше. Однако, нехватка ощущается до сих пор. Поэтому в церквях иногда используют электронного звонаря. Это компьютерная программа, которая управляет колоколами. Но живые звонари его терпеть не могут. Этот звон без души и звучит скучно, и нарушает уставы церкви. Поэтому одна из целей фестиваля – популяризация звонарского искусства. Нет соревновательного такого начала. То есть все допускаются, даже те, кто вообще новички, кто даже вообще не умеет звонить, то есть попробовать себя позвонить на колоколах. То есть все одинаково приветствуются. И всем открывается дорога к колоколам, как возможность именно к этой сфере небесной приблизиться любому человеку. Посетители фестиваля тоже приближаются, ведь колокольный звон помогает воспарить душой не только звонарю. Благостное пасхальное настроение передаётся всем, кто слышит радостный перезвон. Это музыка души для человека, который живёт и думает о высоком. Просто вот слушаешь, и в душу куда-то вливается, и в душе отдаётся. Мария Нерсисян, имя Алиханов, Валерий Букарёв, телекомпания НИКА-ТВ, Перемышленский район. Это всё, о чём сегодня мы хотели вам рассказать. Оставайтесь на НИКе и будьте первыми в курсе новостей региона. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова